Это стендап-видео не рассчитано на детей. В нем есть взрослые слова и взрослые темы. Посмотри это видео, чтобы не повторять моих ошибок. Но меня всю жизнь встречали этим похмелем, типа, о-о-о, ну через годик будет похмелье. Тебе 20 лет, никого похмелец, такой, ну, видимо, нет. Они такие, ну, в 25 точно тебе 25, ты такой, да я, блядь, избранный, походу. Уже точно не будет. А потом тебе 27, и ты такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, я Бога молил, чтобы это остановилось. Но Бог не слышит молитвы пьянчужек. Если бы Бог слышал молитвы пьянчужек, то на центральном фонтане в каждом городе ключом била бы водочка, правильно? Если бы Бог слышал молитвы пьянчужек, там бы еще и рыбка водилась. Ну, сразу солененькая, естественно. Вот. Я долго разбирался. Ну, а я тоже, я пить рано начал. Потому что, о чем мне делать, я в маленьком городе вырос. Там сейчас население 10 тысяч людей, Сосновка. Там его, можно эту Сосновку, это можно пройти пешком минут за 20-30. А если на машине, то и съебаться можно оттуда. С радостью огромной. Нам там пиво продавали с 9 лет. Я прямо это запомнил. Потому что там год за два идет, там легко почти. Рано начал. Я водку попробовал в 14 лет впервые. У меня был прям день рождения, на день рождения, на 14-летие. Я согласен, 14 лет не лучшее время начать пить водку. Я отставал на 2 года. Вот. Я помню этот день прекрасно, потому что испытал сильнейший позор в этот день. Когда ты мелкий, ты же пытаешься храбриться. Типа, смотрите, какой я алкаш. Я пытался больше всех пить, не вывез. Мне тошнило. Я там что-то ползал перед кабаком. Этим пьяные друзья надо мной издевались. Ему лучший друг кричал. Мне, а, блеводрище. Вот такое слово. Такое слово придумал. Ну, а ты что, это детские погонялы. У меня какие к ним могут быть вообще вопросы? У нас по соседнему двору ходил пацан с погонялом треугольник. Потому что у него просто широкий лоб, блядь, и все. Какие претензии вообще к этим кличкам? Как взыграло мое эго? Вы не представляете, я такой слой лежал. Я прям, я в ярости лежал. Я такой, ну, суки, погодите, я вырасту, вас всех перепью, и я буду над вами издеваться. Вот такое у меня эго. В период юношеского максимализма я решил стать лучшим алкашом. Мог что угодно загадать. Ну, такое у меня эго. Вот так оно реагирует на позор. В других позорных случаях не так. Если я там в школе у доски что-то плохо отвечал, эго такой, да нормально. Машина парсивая. Выйдешь на улицу, купишь пиво богемского. Ты ж богема, блядь. Ну, все, мы фили с этими друзьями. Я так и не мог их догнать. Они были слишком хороши в этом. Я всегда косил впервые. И мы проучились у школы и уехали поступать в город Ижевск. Могли поступить в тюрьму, но вот ведь и Ижевск так получилось. Потом, спустя годы, я понял, что лучше в тюрьму, если честно. Потому что мурские государственные, это, конечно, тут еще заведение. Мурские государственные, это заведение вот какое. Типа, если бы я попал в тюрьму, мне бы там хотя бы понятия какие-то объяснили. В гудмуртском государственном мне объяснили, что я ошибся. Но я тоже, я эту мечту перепить корешей и застебать их я не бросил никуда почему-то. И все, что я делал на первом курсе универа, ходил по Ижевску и искал, кто научит меня бухать как царь. А там благо учителей в Ижевске, да херещи. Куда они плюют, да еще в общагу поселили там вообще, там сразу инструктаж, что у нас кухня, тут душ, тут ты, сап, пьешься нахуй. Вот так. Я помню, что искал, кто же бухает лучше всех. И всегда, знаете, в универах всегда есть эти топ пьющих факультетов. Ты знаешь, что там точно все бухают. И, ну, там, не знаю, там вот эти байки университетские ходят. Типа, ой, чтобы на математика поступить, это надо пол-литра выпить, знаете, там. На географа литр, вот такие вещи. Вот, и в зависимости от вуза, топ пьющих факультетов, конечно, разный, но географы всегда в топе. Не знаю, с чем связано, но мне кажется, что когда вышел фильм «Географ Глобус Пропе», настоящие географы смотрели, и это такие... Только глобус. Гритли, не позорьтесь, но что-то не хватает на самом деле, может, и глобус. Вот, у нас лучше всех в универе бухали историки. Это они меня научили всяким студенческим алкоголическим лайфхаком. Знаете, эти студенческие алкоголические лайфхаки такие, типа, чтобы не потратить много денег в клубе, нужно нахуяриться до клуба и не пойти в клуб. Это был фрагмент одного из трех моих стендап-концертов. Все мои концерты есть у меня на канале. Поддержать мой канал можно, подписавшись на Patreon или Boosty по ссылке в описании. И там же я еще прикреплю номера карт, если захотите вдруг чего-нибудь задонатить. Если вы оставите хороший комментарий, храни вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!